Дело в том, что когда мы сможем привести себя к одному сердцу, одному согласию, одному месту, одному Богу, одному спасению, одному Святому Духу, одному благословению, Аллилуйя, тогда ты увидишь суперзнак. Когда люди станут смешиваться с этой проповедью, написанной Богом, когда люди станут смешиваться с этой Библией и вернутся, и поверят в Слово, и будут действовать по Нему, и останутся там, не ради ощущения, но пока само Слово не будет ускорено и оживлено, и они увидят настоящие библейские знамения последнего дня, суперзнамения, того же самого Мессию, который когда-то жил. Один из этих дней выйдет пророк, проповедующий изначально Слово Божие. Вы думаете, я против того, чтобы женщины стригли волосы или что-то в этом роде? Подожди, пока ты не получишь его в руки. Подожди, пока не послушаешь его. Ты думаешь, что я грубо отношусь к организации? Подожди, пока он не появится. Он восстановит все годы, которые съел пальмовый червь. Это будет послание, идущее вперед. Некоторые люди говорят, ну, это организация. Покажи мне хоть один случай, когда Бог когда-либо имел дело каким-либо образом, кроме одного единственного человека. У него никогда не было даже двух пророков в одно и то же время. Всегда один человек. У людей разные идеи. Соедини их вместе, и ты получишь беспорядок. У Бога есть один человек, в котором он работает. Есть один Илья, потом Елисей, потом Иоанн, потом Иисус и так далее. В этот последний день должно произойти восстановление церкви. Того дерева невесты, которое было съедено червями и пальмовыми червями, и всеми видами насекомых, которые съели всю братскую любовь и плоды. Должна снова появиться церковь, где эти барьеры будут разрушены, и Святой Дух будет иметь право голоса среди людей. Когда это произойдет, ты увидишь те же знамения и чудеса, которые происходили в те дни. Аминь. В поисках суперзнака. Доброе утро. Сегодня 18 декабря 2021 года. Хвала Господу. Как тебе понравилась эта цитата. Ты заметил, что сказал брат Бранхам? Ты думаешь, я плохо отношусь к женщинам с состриженными волосами и так далее? Подожди, когда придет следующий пророк. Он будет еще жестче относиться к церкви, чем я. Итак, у нас действительно есть пророк на земле. И вот что он написал нам, всему миру. Хвала Господу. Если у тебя есть мобильный телефон, ноутбук или настольный компьютер, или ты слушаешь это на аудио, или получаешь уведомления в WhatsApp от Бранхам Табернакль, или от кого-то из своих друзей, истотник всего этого www.brankham.org, и ты можешь получать свои уведомления напрямую от Бранхам Табернакль. И в Voice of God Recording. Прославление Господа. Вот брат Джозеф Бранхам. Дорогая невеста знака. В истории мира еще никогда не было такого времени, как сейчас. Вся Вселенная должна была свидетельствовать об этом, поскольку пять планет выровнялись друг с другом. Что-то происходило 12 декабря 2021 года на небесах. А что-то происходило на земле. Невесты объединились вместе со всего мира, так как Бог говорил через своего пророка. И его невесты причащались и омывали ноги вместе в своих домах. Какая атмосфера и присутствие Господа были в наших домах. В наши дома пробрались несколько парней ленточников, и мы сделали наш дом церковью для Господа. Мы применили жетон к нашим домам и нашим семьям. Святой Дух наполнил наш дом, наше сердце и наши души своим присутствием. Это было похоже на то, как если бы мы были детьми Израиля, готовящимися к путешествию. Слово говорилось с нами через его ангела и применялось к нашим домам. Смерть была вокруг нас, но мы знали, что мы в безопасности, и она пройдет над нашими домами. Мы готовились отправиться в нашу землю обетованную. Никогда еще мы не чувствовали такой близости, как в ту ночь. Мы знали, что что-то происходит. Мы знали, что Он готовит нас к своему пришествию. Но это должно было произойти в это время, в этот день, в этот месяц, в этот год. Все было идеально и на своем месте. Это имело смысл. Это происходило для знамения миру. Каждое духовное событие – это знак от Бога. Будь внимателен. Заметь это. Смотри. Смотри, какое духовное происшествие. Все, что происходит – это знак. Мы здесь не случайно. Эти вещи просто так случайно не происходят. Это знак. Это знак, чтобы быстро добраться до безопасности. Ной был знаком для своего поколения. Илия был знаком для своего. Иоанн был знаком для своего. Видишь? Все послание этого часа является знаком. Смотри на него. Смотри, что оно делает. Видишь? Это знак. Все имеет значение. Когда Моисей начал свое служение в Израиле, Израиль быстро собрался со всего Египта в Гесем. Они возвращались в родные места, потому что знали, что что-то должно произойти. Какой идеальный тип для сегодняшнего дня, когда невеста собирается вокруг чистого, неискаженного слова на этот час. Потому что мы тоже знаем, что что-то должно произойти. Они придут с востока, из запада. Они придут из дальних стран, чтобы пировать царем, чтобы пообедать, как его гость вокруг его запасенной пищи за его столом. Он послал своего ангела-пророка с вестью, чтобы призвать и повести свою невесту в землю обетованную. Он обозначил себя среди нас огненным столпом. Затем он послал свой знак для своей невесты, под который она должна была встать, потому что он признает только этот знак. Что такое знак на сегодня? Он признает только знак. Это послание часа. Это послание этого дня. Это послание этого времени. Во имя Иисуса Христа. Примите Его. Невеста и Христос становятся одним. Служение невесты и служение Христа одно и то же. Сам Бог признает послание своего посланника. Он признал свою невесту. Негативное становится позитивным. Каждое обещание в Его Слове наше. Оно должно подчиняться нам. Мы становимся этой совершенной невестой Слова, используя Божий путь, предусмотренный на сегодня. Его голос, Его Слово, записанные на пленку. Бог никогда не меняет Твою программу. Он всегда посылал пророка, чтоб тот вел Его народ. У Него были и другие, призванные и помазанные. Но они могли говорить только то, что говорил пророк. Потому что Его слова были «так говорит Господь» для народа. Как ты можешь быть на сто процентов уверен в том, что слышишь совершенное Слово Божье? Для меня есть только один способ – нажать на воспроизведение. Благослови их, Бог, и их служение, которому Бог призвал их. Ведь я не против них. Я люблю их и верю, что проведу вечность со всеми Его предопределенными невестами. Я только за служение кощеты. Мои вопросы таковы. Можешь ли ты только слушать кассеты и быть невестой Христа? Или мне нужно иметь нечто большее, чем голос Бога на кассете? Многие говорят, что для того, чтобы быть невестой, нужно иметь служителя. Я согласен, это так. Уильям Марион Бранком, ибо он величайший служитель с величайшим служением в мире, ибо это не его слово, не его послание, не его мысли, не его толкование. Это единственное подтверденное Слово Божие для наших дней. И да, это величайшее живое служение прямой трансляции, которое только может быть. Нет ничего плохого в том, чтобы слушать служителя, как говорят некоторые. И нет ничего плохого в том, чтобы ходить в церковь. Ты должен ходить в церковь. Но невеста хочет слышать овечью пищу. И многие считают, что единственный способ услышать чистое Слово, это нажми на воспроизведение. Безусловно, есть и другие, которые призваны проповедовать Слово, ибо оно находится в Слове и не может быть оспорено. Но они могут проповедовать только то Слово, которое они услышали на ленте от Божьего посланника. Они не могут проповедовать, учить, толковать, отнимать или добавлять что-либо к Нему, так как это совершенное Слово Бога, это то, что говорит Слово. Брат Джозеф Бранхам. Если ты хочешь присоединиться к нам в твоем доме, церкви, машине, или где бы Господь не заставил тебя, чтобы услышать, так говорит Господь, присоединяйся к нам в воскресенье в 9.00 утра по времени Джефферсон Вилля, чтобы услышать, как Слово Божие совершенствует его невесту и приносит нам послание знак 63.09.01М. Что касается меня и моего дома, то мы являемся домом пленки и верим, что мы его невеста, и все, что нам нужно, это голос Бога на пленке. Бытие 4.10. Исход 12 глава. Иисус Навин 12 глава. Деяния 16.31.19.1.7 Римлянам 8.1 1 Коринфянам 12.13 Ефесянам 2.12.4.30 Евреям 6.4.9.11.4 10.26.29.11.37 12.24.13.8.10.20 Святого Иоанна 14.12. Писание, которое нужно прочитать перед слушанием послания. Да, он является пророком. Я не называю его второстепенным пророком, потому что в записях он не назван второстепенным пророком. Теперь я надеюсь и молюсь по благодати Божией, что ты, Святой Дух, коснулся твоего сердца, сегодня, через слова этого пророка. Не только для Джефферсон Вилля, или для Кентукки, или для Индианы, или для Соединенных Штатов, или для Канады, но для всего мира, где бы ты ни слушал. И поступая так, мы уважаем тот пост, который Бог дал нам сегодня. И брат Бранком сказал, что нужно говорить только то, что сказано на кассете. Находишься ли ты здесь, в Индии, Анголе, Хорватии, Сибирь, Россия, Пакистан, и все места в Южной Америке, и Бразилия, и Гайана, Тринидад, и Табага. Господь благословит тебя. У многих из вас, я знаю, есть много, много ситуаций, когда ваши пасторы потерпели неудачу. И служение, сказал брат Бранком, даже истинное служение будет терпеть неудачу в каждом веке. Так что это делает еще более важным, чтобы мы слышали это на сто процентов чистое, неискаженное слово для нашего дня. Спасибо за субтитры.